всем привет с вами рейдж и это песчаный обзор двух мышек blade v3 это фото и razer desader 2013 вообще хочу начать с того что на razer я уже играю достаточно давно у меня до этого был тоже desader только не 2013 предыдущие модели на ней откатал ну не знаю года 2-3 точно она прекрасно себя чувствует до сих пор у нее там нормальный клик ничего не испортилось просто захотел что-нибудь новое мышку отдал товарищу а себе взял попробовать в ладе она не подкупила своей дешевизной она стоит 600 рублей в самой дешевой модификации и 1000 рублей в более дорогой модификации вот с такими вот металлокерамическими какими-то ножками которые якобы не стираются лучше хах скользят но на деле скажу так это никакого преимущества не дает по сравнению с пластиками вот такими вот ножками у razer а ну продолжим дальше материал корпуса у них похож но вот у влади он такой более soft touch более такой мягкий и может быть даже немножко более приятно я не могу сказать что чем-то не не устраивает материал корпуса у razer а просто они на самом деле очень похожи отличие отличие минимальный у обоих мышек вот так вот сбоку есть две дополнительные клавиши хват у обоих мышек удобно они очень похожи своей формы и размерами под мою большую руку ложатся идеально колесико крутится и там и там хорошо клик прекрасный и там и там в общем можно сказать что мышка за 600 рублей по внешнему виду по качеству сборки по ну таким вот дизайну там не знаю ничуть не хуже чем мышка за три с половиной тысячи рублей от desader от razer извиняюсь desader почему я отыграв где-то ну в общей сложности там пару недель на бладе я решил от нее отказаться самое главное ее проблема этой мышки это очень плохой сенсор в чем это заключается если на razer любые движения любой скоростью то есть вот как бы я ее не водил эту абсолютно на любом коврике на вот этом родном razer или на месяц коврик от of or take родной она двигается всегда идеально она всегда идеально переводит на экран на моего бойца движение которое я делаю своей рукой владе существует проблема при резких движениях вот таких вот у нее часто срывается сенсор достаточно часто непостоянно но все же это случается когда ты делаешь вот такое движение твой боец выполняет еще замедленно покажу примерно вот такое движение то есть ходе хотим развернуться допустим на 180 градусов вот так видео мышку а получается что боец поворачивается в эту сторону потом у него резко начинается смотреть под ноги и кружится вокруг своей оси то есть меня часто частенько убивали во время таких вот проблем я хочу развернуться там услышал или увидел бойца сбоку хочу развернуться а вместо разворота у меня боец начинает смотреть под ноги и крутится вокруг своей оси как волчок это называется срыв сенсора эта проблема существует не только у меня часто встречала в интернете в обзорах этой мышки в комментариях к ним и и friendsIf которые использовать такую мышку о них говорят тоже самое поэтому эта проблема не только моя или с моим ковриком или с моими ковриками я это самая главная проблема этой мышки не то что это случается постоянно но это случается и когда ты играешь у тебя постоянно в голове крутится мысль о том что она может подвести вот это та самая главная проблема которая заставила меняете от этой мышки отказаться. У Рейзера проблем с этим никаких нет. У него сенсор работает всегда идеально. И эта мышка внушает чувство надежности. То, что ты сделал своей рукой, будет воспроизведено без ошибок и в игре. Продолжим дальше. Еще одна причина, почему я решил попробовать эту мышку, помимо того, что мне захотелось просто тратить лишние деньги на Рейзер. Он меня всем устраивал, как я уже говорил ранее. Я захотел узнать, какое же преимущество дают макросы по сравнению с их отсутствием. То есть, те люди, которые используют макросы, что это им дает. На деле оказалось, что ничего серьезного эти макросы не дают. Более того, в Battlefield в том же самом, помимо вертикальной отдачи, вот этой самой, когда вам нужно вести мышку чуть-чуть вниз, когда вы стреляете, существует еще горизонтальная отдача, а также разброс пули. Так вот, вертикальная отдача макросами действительно гасится. То есть, вам достаточно просто стрелять и мышку вниз тащить не нужно. Однако, это никак не компенсирует разброс пули и никак не компенсирует горизонтальную отдачу. Поэтому, на практике, именно повторюсь, на практике, складывается ощущение, что ты сейчас выйдешь из-за угла, всех перестреляешь. На деле, ты выходишь из-за угла, и тебя убивают точно так же, как если бы никаких макросов у тебя не было. По этой причине, считаю, что использование макросов просто-напросто нецелесообразно. Это дает ложное ощущение вседозволенности. На деле, вас также точно будут убивать. Кроме того, ну, как вы понимаете, в Battlefield, да и, в общем-то, наверное, в любой такой игре не только стрельба все решает. Прежде всего, надо правильно думать, как выйти из-за укрытия, как подойти к цели и так далее. В общем, вот это вот минимальное преимущество, которое может дать отсутствие отдачи, оно полностью нивелируется глюками этой мышки. Оно полностью нивелируется тем, что вам приходится во время игры постоянно переключать эти макросы. Вы подобрали, допустим, бегали с АЕКом, со скорострельным, там один макрос, а потом у вас кончились патроны, вы подобрали Скар-Эйдж, или какой-нибудь АЕС-23, и вам уже нужно включать другой макрос. Для этого существуют вот эти вот кнопки дополнительные наверху, но это не всегда нормально работает, эти макросы не всегда можно, ну, в смысле, можно вот одновременно только два макроса иметь, между ними переключаться. Соответственно, на две пушки у вас настроено, с третьей, или даже просто с пистолетом, нормально стрелять вы не сможете. Кроме того, софт глючный, софт неправильно работает, софт ненормально работает на всех играх, например, вот в Баттлфилде, конкретно, если вы бегаете там с макросом на какую-нибудь пушку, а потом просто переключаетесь на пистолет, либо начинаете стрелять от бедра, у вас мышка сильно ведет вниз, вместо того, чтобы ее, ну, то есть гасится отдача больше, чем нужно. Вы настраиваете, естественно, макрос на стрельбу в прицельном режиме, а в режиме стрельбы от бедра макрос работает уже по-другому и только вам вредит. Поэтому, считаю это нецелесообразным. Кто-то, может быть, там как-то более хитро настраивает эти макросы, может быть, им это дает какое-то преимущество, но для себя я понял, что макросы это полная фигня, помимо того, что это портит карму, помимо того, что, когда вы играете с макросами, у вас нет ощущения, что все зависит именно от вас, потеряется интерес к игре, это еще не дает никакого преимущества. Поэтому, если вы никогда не пробовали макросы, даже и не пробуйте, потому что вы только разочаруетесь, вы выкинете свои деньги и испортите себе карму. Что еще можно сказать про эти мышки? Про эти мышки можно сказать, что Razer более дорогой, более надежный, это как BMW. Blady это все-таки китайская дешевая мышка, несмотря на то, что выглядит она очень даже неплохо, но у нее глючит сенсор, у нее неудобный совершенно софт, у нее куча всяких припампасов непонятных, например, в софте есть кнопка, которая называется увеличить чувствительность. Увеличить чувствительность это значит появляется баннер, в котором написано, что вам надо купить вот эти ножки, но это бред, просто бред. Делайте выводы сами. BMW или, ну не знаю, Lada Kalina с антикрылом и надписью Turbo. Ну то есть, думаю, сравнение вполне понятно. Я не хочу обидеть владельцев этой мышки, на ней вполне можно играть, она дешевле, но все же, если вы хотите добиваться хороших результатов, вам нужна нормальная мышка, а нормальная мышка это Razer Desader. У меня еще будут обзоры, у меня тут намечается обзор SteelSeries Sensei, мы обязательно сравним мой эталонный Desader, который меня всем устраивает, с Sensei в следующих обзорах. А пока, наверное, на этом все. Играйте честно, не используйте никаких макросов, читов и так далее. Это, помимо того, что отбивает желание играть само по себе, так еще и вредит вашей игре. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Rage. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова